С 1 января по 1 апреля в среднем по стране бензин подешевел на 2 сома 20 тыинов, а средняя стоимость дистоплива снизилась на 1 сом 30 тыинов. Но во второй половине апреля возможно повышение стоимости дистоплива на 1,5%. Как сообщил исполнительный директор Ассоциации нефтетрейдеров Каната-Шатов, ежегодное потребление ГСМ составляет миллион тонн, и с каждым годом потребление возрастает до 7%. По словам Каната-Шатова, в марте месяце повышений не было, и на апрель месяц по бензиновой группе цена будет стабильной. На сегодняшний момент импорт у нас составляет порядка 248 тысяч тонн. До конца года у нас никаких опасений нет, говорит он. Российские нефтеперерабатывающие заводы 1 числа каждого месяца устанавливают оптовые цены для наших нефтетрейдеров. В проведении весенних поливых работ, если возрастет наша потребность, то у нас есть еще возможность в августе месяце с Россией Федерацией пересмотреть соглашение, то есть негативные балансы в сторону увеличения импортированного ГСМ в Крымскую республику. В соответствии с этим уже российские нефтеперерабатывающие заводы 1 числа каждого месяца устанавливают оптовые цены для наших нефтетрейдеров. И они согласно вот этим ценам закупаются, привозят к Крымску и реализуют через сеть ОЗС. Как отметил Кенежбай Тайлаков, на сегодняшний день ценовая политика в целом осуществляется от внешнего фактора, и ГСМ мы получаем от Российской Федерации. Также в целях проведения весенних поливых работ с Мецельхозом Ассоциация нефтетрайдеров заключила меморандум. В целях проведения весенних поливых работ с Мецельхозом и Ассоциацией нефтетрайдеров заключила меморандум. На основании меморандума фермеры имеют право получить, например, Газпром нефтазия оптовые цены 42 сома, розничные цены 44-45 сомов. 42 сома минус еще 40 тинов, то есть 41 сомов 60 тинов. Годовая потребность Кыргызстана в нефтепродуктах около миллиона тонн. Из них около 20% обеспечивается за счет местных нефтеперерабатывающих заводов. Остальные объемы импортируются из России. Таким образом, потребность республики в ГСМ удовлетворяется за счет импортных поставок. На сегодняшний день сеновая политика с селом осуществляется в зависимости от внешнего фактора. То есть мы получаем ГСМ от Российской Федерации. Поэтому у нас сеновый фактор, сенообразование зависит от российского фактора. Во-первых. Во-вторых, в последнее время, начиная с января, наблюдается тенденция снижения сен. Это в Российской Федерации оптовые сены, заводы-производители. Поэтому у нас тоже идет тенденция снижения сен. Мы поинтересовались у водителей такси и не только. Заметили ли они снижение цен на ГСМ и что они думают по этому поводу? Снег-снег билетов. Им, ал, дженюкей, лархметикада. Терссом, гумбаткарагандарзан, блотканал. Толярки вроде как и хорошие, вроде как и нехорошие. Так что нам только приходится терпеть. Цены нормальные, как раньше были. Сейчас чуть-чуть подешевело, лучше стало. Бугачин, токсон, бензин 45 миллионов. Азар, от 38-х год, чухал. Айдачу, ларгах, 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 ларгах. По снижению цен на горечесмазочные материалы на всей территории Кыргызской республики.